Записи с тегом «Жук». Чем опасны красные жуки на лилиях и как от них избавиться 27 июля 2020 года красные жуки на лилиях – это распространенная проблема, которая часто возникает при выращивании роскошного цветка. Насекомые активно поедают листья, а затем и бутоны растения. Борьбу с красными. Как используется уксус и горчица от колорадского жука? 31 мая 2020 года уксус и горчица от колорадского жука – одно из доступных и действенных средств для борьбы с картофельными насекомыми-вредителями. Оно отличается множеством преимуществ перед промышленными инсектицидами – это как бороться с зерновым долгоносиком, выбор подходящего оружия. 23 апреля 2019 года еще с давних времен люди обнаруживали в своих амбарах для хранения урожая миниатюрных вредителей. В 21 веке ничего не изменилось, поэтому вопрос – как бороться с зерновым долгоносиком. Польза и вред жука караеда в саду на дачном участке 22 апреля 2019 года Польза и вред жука караеда включает все повреждения, которые это насекомое может наносить деревьям и древесине. Несмотря на небольшие размеры, взрослая особь способна прогрызать материал и создавать Эффективные методы борьбы с жуком-щелкуном 25 мая 2018 года Жук-щелкун или проволочник, как его еще называют, относятся к группе паразитирующих насекомых. В природе существует около 2500 видов, которые можно встретить по всему миру. Основным местом Непривередливый помощник садоводам – жук-пожарник 25 мая 2018 вольт Жаркий период года на огородах и в садах появляется множество насекомых, которые бескорыстно трудятся на благо человека. Один из таких помощников – жук-пожарник. Биологи называют, знаем ли мы своего врага в лицо. Жук-усач 24 мая 2018 года одним из самых необычных насекомых в природе считается жук-усач. Биологи насчитывают примерно 26 тысяч видов этих милых созданий. Все они имеют туловище средних размеров и, конечно, хищный обитатель пресных водоемов – жук-плавонец 22 марта 2018 года Тихо-речной заводи среди зарослей ряски и камыша часто можно увидеть темно-бурого жука с гладким овальным телом. Он держится на воде, выставив на поверхность конец брюшка А. Знакомимся с чудесным насекомым – жук-знахарь 17 марта 2018 года. Разочаровавшись в традиционной медицине, люди отправляются искать что-то новое, что поможет избавить их от заболеваний. Жук-знахарь заслужил свое признание благодаря положительным отзывам и способностью излечивать заболевания различного. Великан среди насекомых – жук-геркулес 13 марта 2018 года. Насекомые – это еще один класс животного мира. Многочисленный, разнообразный, до конца неизведанный. В нем присутствуют необычного окраса и размера бабочки, устрашающие пауки, гигантские жуки. Среди Легенда древнего Египта – священный жук-скоробей 11 марта 2018 года. История Египта полна тайны загадок. Грандиозные пирамиды и мумии фараонов – священные животные и скоробей, как один из символов былого величия древней цивилизации. Египтяне наделили его божественностью. Живет на даче жук-навозник 11 октября 2017 года. Жук-навозник – это довольно полезное насекомое, которое незаслуженно считает вредным. Отличить его можно по крупной грудной части, тяжелому телу и классическому навозному шару в комплекте. Насекомые Вред от майского жука и способы борьбы с ним 17 сентября 2017 года майский жук-хрущ является распространенным вредителем зеленых насаждений. В конце весны их часто можно видеть на деревьях. Во время полета насекомое громко жужжит, и по этому звуку. Защита от колорадского жука препарат Престиж 16 сентября. С сентября 2017 года выращивание картофеля предполагает не только соответствующий уход за культурой, но и защиту его от различных вредителей. Одним из лучших препаратов в этой сфере признан Престиж от колорадского. Выбор химических средств, уничтожающих колорадского жука, но безопасных для человека 14 сентября 2017 года избавиться от колорадского. Жука без применения специальных средств достаточно сложно. Нашествие вредителя начинается по весне, и опытные овощеводы советуют применять средства от колорадского жука уже на данном. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс Дзен. Новые статьи чем так особенно. Слива Анна Шпет 4 января 2022 года Красивая и практичная дорожка из пилов дерева своими руками 3 января 2022 года. Трутневое молочко – находка для человечества. 3 января 2022 года Вредители и болезни сирени могут погубить растения 2 января 2022 года Применение диаскорей кавказской. Для лечения различных болезней и патологий 2 января 2022 года Вопросы-ответы Хотите ласкового питомца? Тогда Узнайте, как правильно выбрать шиншиллу 2 декабря 2021 года Выбираем вкусный и сладкий плод, как определить спелость. Помело 2 декабря 2021 года Стоит ли ожидать неприятностей от экзотических фруктов? Можно ли отравиться помело 1? Декабря 2021 года Три способа, как хранить молочный гриб без молока 1 декабря 2021 года Особенности использования Полезного кефира Можно ли кефирный гриб детям 30 ноября 2021 года